Стоял май месяц, воздух был еще довольно холодный, но все в природе, и кусты, и деревья, и поле, и луга, говорила о наступлении весны. Луга пестрели цветами, распускались цветы и ножевой изгороди, а возле как раз красовалось олицетворение самой весны, маленькая яблонька вся в цвету. Особенно хороша была на ней одна видка, молоденькая, свеженькая, вся осыпанная нежными полураспустившимися розовыми бутонами. Она сама знала, как она хороша, сознание красоты было у нее в соку. Ветка поэтому ничуть не удивилась, когда проезжавшая по дороге коляска остановилась прямо перед яблоней и молодая графиня сказала, что прелестнее этой веточки трудно сыскать, что она живое воплощение юной красавицы ясны. Веточку отломили, графиня взяла ее своими нежными пальчиками и бережно повезла домой, защищая от солнца шелковым зонтиком. Приехали в замок, веточку понесли по высоким, роскошно убранным покоям. На открытых окнах развевались белые занавеси, в блестящих, прозрачных вазах стояли букеты чудесных цветов. В одну и ваз, словно вылепленную из свежевыпавшего снега, поставили ветку яблони, окружив ее свежими светло-зелеными буковыми ветвями. Прелесть, как красиво было! Ветка возгордилась, и что же? Это было ведь в порядке вещей! Через комнату проходило много разного народа, каждый посетитель смел высказывать свое мнение лишь в такой мере, в какой за ним самим признавали известные значения. И вот некоторые не говорили совсем ничего, некоторые же чересчур много, ветка смекнула, что и между людьми, как между растениями, есть разница. Одни служат для красоты, другие только для пользы, а без третьих и вовсе можно обойтись, — думала ветка. Ее поставили как раз против открытого окна, откуда ей были видны сад и поле, так что она вдоволь могла наглядеться на разные цветы растений и подумать о разнице между ними, там было много всяких, и роскошных и простых, даже слишком простых. — Бедные отверженные растения! — сказала ветка. — Большая в самом деле разница между нами! Какими несчастными должны они себя чувствовать, если только они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные? Да, большая между нами разница. Но так и должно быть, иначе все были бы равны. И ветка смотрела на полевые цветы с каким-то состраданием, особенно жалким казался ей один сорт цветов, которыми киш-мя-кишели все поле и даже канавы. Никто не собирал их в букеты, Они были слишком просты, обыкновенны, их можно было найти даже между камнями мостовой, они пробивались отовсюду, как самая последняя сурная трава. И имя-то у них было пригадкое, чертовы подойники, датское название одуванчиков. — Перев! Бедное презренное растение! — сказала ветка. Ты не виновата, что принадлежишь к такому сорту и что у тебя такое гадкое имя. Но и между растениями, как между людьми, должна быть разница. Разница! — отозвался солнечный луч и поцеловал цветущую ветку, но поцеловал и желтые чертовы подойники, росшие в поле, другие братья его, солнечные лучи, тоже целовали бедные цветочки наравне с самыми пышными. 2Ветка яблони никогда не задумывалась о бесконечной любви господа ко всему живому на земле, никогда не думала о том, 9сколько красоты и добра может быть скрыто в каждом божьем создании, скрыто, но не забыто. 9Ничего такого ей в голову не приходило, и что же? 5Собственно говоря, это было в порядке вещей. 0Солнечный луч, луч света, понимал дело лучше. 9- Как же ты близорука, слепа! — сказал он веточке. 9- Какое это отверженное растение ты так жалеешь? 3- Чертовы подойники! — сказала ветка. 9- Никогда из них не делают букетов, их топчут ногами, слишком уж их много. 9Семена же их летают над дорогой, как стриженная шерсть, и пристают к платью прохожих. 9Сорная трава, и больше ничего. 9Но кому-нибудь да надо быть и сорной травой! 9Ах, я так благодарна судьбе, что я не из их числа! 9На поле высыпала целая толпа детей. 1Самого младшего принесли на руках и посадили на травку посреди желтых цветов. 6Малютка весело смеялся, шалил, колотил по траве ножками, кувыркался, рвал желтые цветы и даже целовал их в простоте невинной детской души. 9Дети постарше обрывали цветы прочь, а пустые внутри стебевики сгибали и вкладывали один их конец в другой, потом делали из таких отдельных колец длинные цепочки и цепи и украшали ими шею, плечи, талью, грудь и голову. 7Та-то было великолепие! 9Самые же старшие из детей осторожно срывали уже отсветшие растения, увенчанные перистыми коронками, подносили эти воздушные шерстяные цветочки, 7своего рода чудо-природы, ко рту и старались сдуть разом весь пушок. 9Кому это удастся, тот получит новое платье еще до Нового года, так сказала бабушка. 9Трезренный цветок оказывался в данном случае настоящим пророком. 9- Видишь? 9- Спросил солнечный луч. 9- Видишь его красоту, его великое значение? 9- Да, для детей! 8- отвечала Ветка. 7Приплелась на поле и старушка-бабушка и стала выкапывать тупым обломком ножа корни желтых цветов. 9Некоторые из корней она собиралась употребить на кофе, другие, продать в аптеку на лекарство. 9- Красота все же куда выше! 9- сказала Ветка. 9- Только избранные войдут в Царство Прекрасного! 1Есть же разница и между растениями, как между людьми! 9Солнечный луч заговорил о бесконечной любви Божьей ко всякому земному созданию, все, что ударено жизнью, имеет свою часть во всем, и во времени и вечности. 9- Ну, это только вы так думаете! 9- Сказала Ветка. 9В комнату вошли люди, между ними была и молодая графиня, поставившая ветку в прозрачную, красивую вазу, сквозь которую просвечивало солнце. 9Графиня несла в руках цветок, что же еще! 5Обернутый крупными зелеными листьями, цветок лежал в них, как в футляре, защищен от малейшего дуновения ветра. 9И несла его графиня так бережно, как не несла даже нежную ветку яблоньи. 9Осторожно отогнула она зеленые листья, и из-за них выглянула воздушная корона презренного желтого цветка. 5Его-то графиня так осторожно сорвала и так бережно несла, чтобы ветер не сдул ни единого из тончайших перышек его пушистого шарика. 9Она донесла его целым и невредимым и не могла налюбоваться красотой, прозрачностью, всем своеобразным построением этого чудо-цветка, 7вся прелесть которого, до первого дуновения ветра. 9- Посмотрите же, что за чудо создал Господь Бог! 5- сказала графиня. 5- Я нарисую его вместе с веткой яблоня. 6Все любуются ею, но милостью Творца этот бедненький цветочек надевлен не меньшей красотой. 9Как неразличны они, все же оба, дети одного царства прекрасного! 9И солнечный луч поцеловал бедный цветочек, а потом поцеловал цветущую ветку, и лепестки ее как будто слегка покраснели.